Более 1600 скважин планируют построить в этом году общество РН Юганский нефтегаз, в том числе многозабойных скважин с двухколонной конструкции, а также сложных скважин с большим смещением от протекали. Растущий объем огурения поставили задачу исключить попадание в процесс некачественных химических реагентов, применяемых при приготовлении буровых и тампонажных растворов. Задача, которая стоит, это сократить непредвиденное время в части именно буровых растворов НПВ на 20% от 2018 года. Сложность скважин растет, то есть качество к раствору появляется более требовательным, поэтому необходимо более, скажем, качественно контролировать этот процесс. С марта текущего года нефтяная компания «Роснефть» организовала входной контроль химии, поступающей на объекты РН Юганский нефтегаз с помощью экспертной лаборатории «Томск-Неппи-нефть». Ультразвуковой анализатор для определения прочности, консистометр для определения времени загустевания цементного раствора. В лаборатории представлено новейшее оборудование для производственных исследований. Данная лаборатория тестирует буровые тампонажные растворы по заданной рецептуре, то есть по заявке заказчика «Юганский нефтегаз». В данной лаборатории помещение у нас цементные растворы, где мы были ранее, это буровые растворы. То есть помимо тестирования по заданной рецептуре буровых тампонажных растворов, мы также определяем входной контроль химреагентов для буровых растворов. По результатам лабораторных исследований химреагентов, цементов, применяемых при приготовлении бурового тампонажного растворов, готовится заключение о соответствии установленным требованиям, гостам, техническим условиям, международным стандартам ИСО, а также другой нормативно-технической документации. И только после получения положительного заключения допускаются к применению на объекте строительства. Также лаборатория имеет мобильные комплексы, это лаборатория по буровым растворам, которые непосредственно уезжают на объекты производства, на строительство скважей и осуществляют контроль качества буровых растворов непосредственно на объектах. Четыре мобильных комплекса работают по всем регионам деятельности. Общества они базируются в Нефтеюганске, Патьяхе, Пойковском и на Приобском месторождении. До конца года планируется ввести в работу еще четыре. Задача не только повысить качество входного контроля, но и его оперативность.